Пострадавшие от пожара на улице Полина Осипенко в Иркутске не получат квартиры взамен утраченных. Сегодня стало известно, их квадраты были приватизированы. Также региональное управление МЧС сообщило, что в этом доме-памятнике погиб 47-летний мужчина. Ну вот, улица Полина Осипенко. Здесь я был, кажется, недавно совсем. Хотя время так быстро летит, но и рисовал этот домик, и фотографировал всю эту улицу. Как-то ходил я по этой предмостной, про нее рассказывал. А сегодня узнал из интернета, что этот дом сгорел. А я про него говорил. Я наверняка 100% говорил. Просто я, ну не знаю, я практически про каждый такой дом. Чем он красивее, чем он лучше. Чем он заметнее, тем больше вероятность, что он будет сожжен. Пусть мне рассказывают, что это там пьяницы какие-то сожгли его, или не дожгли, и так далее, и так далее. Мне это без разницы. Дело в том, что есть факт. Есть факт. Дома горят. И второй факт, что они горят ровно в том месте, которое лакомое для хозяев нашей земли. Видите, они уже застроили этот старый, великолепный квартал города Иркутска Своими коробками промышленно-коммерческими. Ужас просто. Они стирают наш город с лица земли. Застраивают его такими... Вот там вот дальше. Сейчас пройдем по улице этой. И увидим совершенно бездарными, ужасными коробами, доходными домами, уничтожая последние остатки Иркутска. Что они нам предлагают взамен? Ну, сейчас он там увидел. Мне пусть говорят, что это якобы все неосознательно сделано. А как бы нечаянно. Нет, еще раз повторяю. Есть факт. Есть факт. Вот была предмостная площадь. Характернейшая, красивейшая. Вот с такими вот домами. Вот с такой вот резьбой. Уникальной. Она выгорает. И год или чуть больше назад, когда я здесь был, я говорил, этот дом скоро сгорит. Этот дом скоро сгорит. Не надо быть оракулом. Не надо быть сильно умным. Не надо быть генералом или полковником противопожарной службы, чтобы понимать, что в первую очередь сгорит в городе Иркутске. Нечаянно. Пьяные жильцы, бичи. У них поджигают, почему-то пьяные бичи и жильцы поджигают свои собственные дома, да, для того, чтобы их отсюда, из центра им уехать. Им здесь, видимо, не нравится жить. Собственные усадьбы. Чтобы вот переехать вот в такой вот какой-то отель с неприличным названием. Я прочитаю, конечно, но вы меня простите, Ибис он называется. Они, конечно, ничего более иркутского, более русского ни в каких смыслах придумать не способны. Не эти уроды архитекторы, которые продались и вот строят вот такие промышленные коробки. Ну, вот промышленная архитектура типичная. В центре города. В центре. Посмотрите. А напротив стоит вот этот дом. Наверняка тоже памятник архитектуры. И помяните мои слова, давайте запомним, когда он сгорит. Он сгорит. Ну, в ближайший год, не больше. Вот. И его опять подожгут бичи, и его опять подожгут жители сами. А почему? Да потому что им же не нравится жить вот в этой усадьбе. Вот. Им же хочется, чтобы на этом месте бичам и жителям построили. Зачем вам свой двор? Им нужно жить вот в таком вот номере, платить по две тысячи за ночь, переночевать. Вот. Или вот в такой вот квартире платить по шестьдесят тысяч за один квадратный метр им надо купить. Конечно, вы посмотрите. Вот вся логика, вся логика говорит о том, что вот тому домику, памятнику архитектуры, обратите внимание, это памятник архитектуры, который находится, как они говорят, под охраной государства. Понимаете? Вот она, охрана. Вот она, охрана. Вот здесь стояли памятники архитектуры. Они все сожжены нечаянно. Вот среди вот этих вот монстров и вот среди вот этих дебильных коробок, коробов вообще для роботов стоял один единственный оставшийся, а их остается все меньше и меньше. Домик человеческий, творение рукотворное. И эти твари его сожгли. Не надо мне рассказывать. Не надо мне рассказывать. Даже если его сожгли нечаянно. Ну, вот такая вот очередная случайность, еженедельная очередная случайность. То я хочу спросить наше безвластие. Я уже давно перестал называть то, что находится во главе города. Я имею в виду даже не мэра. Мэр простит он пусть меня, но мне кажется от него не так уж и много зависит. Больше зависит от его подчиненных. Почему не удается этими подчиненными их подчинять себе? Почему у пожарников горят в центре города дома? Почему у градохозяев в центре города ну, тех, которые отвечают за городское коммунальное хозяйство? Почему у них полная разруха в центре города? А они у них в туалете в офисе, я уверен, в офисах дома наверняка стоит десяток этих самых противопожарных сигнализаций. У них в каждом туалете, в каждом ресторане, в каждом номере вот этого хотела или вон того, извиняюсь за выражение, Ибиса стоят противопожарные сигнализации камеры наблюдения. За нами наблюдают везде. Они наблюдают везде. Они только не могли наблюдать вот за этим домиком. Они сюда не могли камеры поставить. И три часа его тушили, не могли потушить. Они не могли заранее по моему предупреждению, по моему, я предупреждал. Я говорил, он сгорит, он сгорит. Что надо предпринять, чтобы дом не сгорел? Наверняка есть десяток способов. Вплоть до того, что этих домов, в городе Иркутске, осталось сотня. Поставьте рядом с каждым домом охрану, будочку. Вот. Ну, что делать? Это же наша драгоценность. Если вы не способны мониторить и сохранять эти дома, ну, что, у вас там огромные зарплаты у начальства. Поставьте здесь сторожа. У вас в актеры сидят эти самые так называемые охранники, вот такие вот мордовороты, чуть ли не в офицерских званиях. Они сидят у вас при каждой лавке, в каждой лавочке. А почему-то при памятниках архитектуры нету. У вас не хватает ни средств, ни ума, ни желания. Короче говоря, не врите вы мне, что все это происходит случайно. Это вы сожгли. Вы, те, кто владеет этой землей, те, кто владеет этим городом, при попустительстве тех, того безвластия, который не владеет ни ситуацией, ни городом, ни своим собственным хозяйством. Не знаю, Иркутска остается все меньше и меньше. Его, конечно, может быть даже и восстановят, но это маловероятно. Очень маловероятно. Ну, то есть, его как восстановят? Ну, что восстановят? Ну, половина сделают уже на вью. Новые наши эти самые столеры, слесари, плотники, естественно, не могут делать даже подобие того, что было сделано. но самое главное, самое главное, уже не восстановить историю. Эта история сознательно уничтожается. Я утверждаю, это делается сознательно. И даже когда мне говорят, что это все нечаянно, я отвечаю, что нечаянно делается тоже осознанно. Вот если мне говорят, ой, я это сделал нечаянно, а ты сделай специально, чтобы это не сгорело. Вот что надо делать. Надо не сваливать на нечаянность, а отвечать за сознательную халатность, то есть за чаяние, что это сгорит. Ну, предупреждал я? Предупреждал. Все. Тема больная, и я не знаю, мне, наверное, уезжать надо из-за пуска, чтобы не видеть его вот этой вот трагической кончины и вот этой агонии. В конце концов, на Иркутске свет клином не сошелся, действительно. И как говорят некоторые умники, ну, что тут? Ну, что тут? Как это? Ладно, настроение испорчено. Как говорил Гришковец, да, настроение улучшилось, а я по городу Иркутску иду, в отличие от Гришковца. Кстати, привет, Евгений, вы тут сейчас в Иркутске будете скоро. Так вот, хочу вас спросить, как у вас тут сейчас? Пройдитесь, прогуляйтесь по городу. Настроение у вас улучшается? У меня каждый раз, куда бы я ни пошел, куда бы ни глянул, настроение ухудшилось. Туда посмотрел, настроение ухудшилось, туда посмотрел, настроение ухудшилось, туда посмотрел, настроение ухудшилось. Вот такой я несчастный человек, в отличие от всех счастливых, которые ходят по городу Иркутску, делают прекрасные, красивые селфи И кричат, я влюбляюсь в этот город, потому что он все красивее и красивее. Ну да, поздравляю вас.